Всем привет, меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как и обещала, покажу вам свои последние покупки для дома из H&M Home и Ikea. Прежде чем мы приступим к покупкам, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и если вы включите VPN перед просмотром этого видео, будет совсем прекрасно. У меня гораздо больше покупок из H&M Home, поэтому я думаю, что начнем мы с них и потом перейдем к Ikea. Первое, что я хотела вам показать, это вот такая вот мисочка. Я такую мисочку подарила своей подруге на новоселье и она мне так понравилась, что я купила ее себе тоже, очень красивый такой зеленый благородный цвет. Я на самом деле очень люблю посуду и покупала ее всегда очень стихийно, поэтому у меня все такое разномастное, но при этом у меня есть посуда на все случаи жизни, мне кажется, на мои случаи жизни, естественно, под любое настроение, поэтому тут я подумала, что надо добавить немножко зелененького в свой посудный гардероб. Боже, что я несу. Короче, это зеленая миска из H&M Home, она клевая, не знаю, нужно ли говорить цены, потому что это, в принципе, уже не имеет никакого значения. Я, тем более, разбила что-то подобное, так что супер, у меня теперь есть замена. Также я взяла упаковку вот таких вот белых салфеток. Не могу сказать, что я часто пользуюсь такими декоративными салфетками, в основном только когда мы собираемся с друзьями или родными. Это бывает, к сожалению, очень редко, поэтому они, собственно, в большом количестве уже у меня лежат дома, но я не упустила возможность купить еще одну упаковку, потому что я подумала, это мой стратегический запас. Это мой стратегический запас, короче. Это все так долго, опять же, лежало у меня, что я уже забыла, как это выглядит. Оу! Здесь у меня две наволочки размером 40 на 40. Вы посмотрите, какого необычного цвета эта наволочка. У меня, на самом деле, в декоре таких цветов вообще нету, но мне показалось, будет интересно добавить что-то подобное в дизайн своего интерьера. Плюс я люблю за счет декора немножко освежать обстановку. Это такой, знаете, самый простой способ внести какие-то изменения. Поэтому я не упустила возможность напоследок ухватить вот такую вот наволочку, такой металлический нежно-розовый. И в пару к ней тоже наволочка 40 на 40, темно-болотного цвета. Она уже не так, видите, ярко блестит, как вот эта, она не металлическая уже. Она такая более бархатно-вельветовая, что ли. Очень приятный, и они очень хорошо будут вместе смотреться. Ну, по крайней мере, так задумывалась. Не знаю, что вы скажете. Как вам такое сочетание? Мне кажется, что в моем интерьере все эти штучки, они никогда не бывают лишними. Давайте я... Ааа, я вспомнила. Это вот такой вот очаровательный бокальчик под вино. Я думаю, он нежно-розового цвета. Я в душе не понимаю, зачем мне этот бокал. Вы знаете, это просто эффект закрывающегося H&M. Ты стоишь, посади магазин, и у тебя окружат всякие разные красивые штучки. Ты понимаешь, что скоро они будут тебе недоступны, поэтому ты хватаешь все, что плохо стоит, все, что не приколочено. Но посуда имеет свойство разбиваться, поэтому этот бокальчик, я думаю, мне пригодится. Слушайте, вы не поверите, но я взяла два бокала. Вообще, для меня это не свойственно. Обычно я все покупала лишь в том количестве, в котором оно реально необходимо, чтобы у меня не было лишних позиций. Но, опять же, эффект закрывающегося H&M. Я взяла два бокала. Но, в принципе, я ничуть не жалею пить с подружкой какой-нибудь коктейль дома. Вообще, прекрасно. Поехали. Что у нас тут еще есть? Ой. Что это и зачем это было мне нужно? Это у нас деревянная тарелочка из дерева манго. Вообще, мне очень нравится посуда деревянная в H&M. У меня есть еще несколько позиций с дерева манго. По-моему, там была какая-то разделочная доска. Я ее использую, консервировочную доску. И, по-моему, какие-то коробы были сделаны тоже из дерева манго. Довольно, на самом деле, хороший материал. Но, единственное, что, конечно, он боится воды. Поэтому их не нужно замачивать. Вообще, нужно максимально уменьшить их контакт с водой. Я не знаю, под что хотела это использовать. Но, конечно же, я такая бархольщица. Обязательно найду этому какое-то применение. Напишите ваши идеи, если есть, для чего можно, в частности, на кухне использовать такую тарелочку. Я пока, честно говоря, не знаю. Но, конечно же, купила. Мне же оно очень было нужно. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Еще одна мисочка. И что-то мне подсказывает, что она не одна. Их здесь две. Так, подождите. Оу! Да! Здесь еще две миски. Но они немного разные. Одна такая глянцевая коричневая. А вторая темно-коричневая. И более матовая. С такими вкраплениями. Кстати, очень клево они смотрятся. Я их, видите, брала как сет. Не хотела брать одинаковые. Они очень похожи. Особенно вот эти две. Да, прям копия. Даже встают, отдав другую. В общем, у меня теперь вот такой вот сет. Из трех разных мисочек. Две такие коричневатые, одна зеленая. Я купила еще сет вот таких вот полотенец. Боже, какие они приятные на ощупь. Это сет из трех маленьких полотенец. Который я использую как свои личные полотенчики для лица. Мне это очень удобно. Понадобился новый такой комплект. И я решила взять в черном цвете. У меня на самом деле никогда не было полотенец черного цвета. Но я подумала, что это на самом деле очень практично. И довольно-таки стильно будет выглядеть. Так что решил добавить такие черные элементы. Плюс ко всему очень много черной одежды. Значит, будет удобно все вместе стирать. И также в комплект к тем полотенцам я взяла еще два полотенца. Но уже полотенца для рук. Такие довольно большие. Видите, вот с таким вот прикольным геометрическим рисунком. Они очень приятные на ощупь. Такие нежные. Что нужно сделать с полотенцами? Как их нужно стирать, чтобы после стирки они были вот такие вот нежные, как когда ты их покупаешь? Это для меня большая загадка. Я, конечно, та еще хозяюшка. У них хороший размер 50 на 70. Мне кажется, что это оптимально для полотенца для рук. Ну и так как я хотела добавить какие-то темные элементы, эти полотенца отлично впишутся. И у них одна половина какая-то супер нежная. Здесь такая более жесткая, а с другой стороны более мягкая. Боже, как это красиво выглядит. Посмотрите, какой красивый рисунок. Что-то в таком марокканском стиле. Прямо как на моих вот этих вот подушках. Так, понятно. Ну, я была бы не я, если бы не купила какую-то маленькую вазочку, которая мне абсолютно на самом деле не нужна. Она такая красивая, блин. Она правда очень красивая, очень миленькая. И я обычно в такие вазочки ставлю какие-нибудь сухоцветы, пару-тройку веточек для того, чтобы ее не перегружать, чтобы это гармонично смотрелось. Такие штучки, на самом деле, они сами по себе в дизайне смотрятся очень мило. Поэтому я не удержалась от очередной маленькой какой-нибудь вазочки за 350 рублей. Ну, конечно. Я была бы не я, если бы я оставила ее в магазине. Я миллион лет не покупала свечей. Если вы на меня давно подписаны, то вы знаете, что свечи я обожаю. И каждый раз, когда я ехала в Икею, я покупала новую свечку. Я постоянно покупала какие-нибудь новые свечи в H&M Home. Ну, и, в принципе, в осенне-зимний период в моем доме постоянно горят свечи. И сколько их уходило за этот период, даже страшно сказать. Стеклянная такая обезжеватая баночка и деревянная крышечка. Ой, и пахнет она лимоном. Ой, восхитительный аромат. Жалко, что свечи H&M все-таки не так сильно благухают при прижжении, как делают это некие другие свечи, которые также больше недоступны в России. Эти баночки хороши тем, что, когда свеча прогорит, вы можете использовать их также в дизайне своего интерьера. Храните какому-нибудь мелочевку, можете поставить на кухне. Между тем, я взяла еще одну упаковку салфеток. Такие вот уже бежеватые с бледно-красным рисунком. Эти салфетки по дизайну прям максимально осенние. И мне очень нравится, как они выглядят. Так немножко трагично, драматично. Но, опять же, эти маленькие детали, они всегда очень классно дорабатывают и дополняют вашу сервировку на столе. И я считаю, что эти салфетки и вообще, в принципе, сервировать стол можно не обязательно только, когда к вам приходят гости. Вы можете использовать все эти приемы на каждой дневной основе. Для того, чтобы сделать прием пищи более приятным, более красивым. Я, на самом деле, заморачиваюсь над этими вещами на каждодневной основе. Поэтому, если вдруг вы хотите почувствовать чуть больше уюта в своем доме, рекомендую вам вот такие вот мелочи. Они действительно очень помогают. А, здесь малышка, вторая свечка, только уже в более ярком оттенке. Это, опять же, знаменитый Very Perry. Я не знаю, что мне напоминает этот аромат. Но он такой очень свежий, немного цветочный, не противный, не приторный. И у него очень красивое название. Высушенный на солнце лен. Мне кажется, я из-за названия взяла эту упаковку. Ну и, в общем, в принципе, дизайн меня очень порадовал. В общем, я взяла вот такие вот две свечули. Вот, я уже чувствую, что это то, что я давно хотела достать из этого пакета. Я взяла вот такую вот чудеснейшую чашку. Вообще, у меня есть некая такая традиция, где-то раз в год менять свою кофейную чашку. Я уже, наверное, вам рассказывала про эту заморочку, что у меня есть одна из моих заморочек, одна из множества моих заморочек, что у меня есть определенная чашка под кофе, определенная чашка под чай. И я не приемлю использование одной из них не по назначению. Мне очень понравился дизайн, сочетание этого серого и розового смотрится и стильно, и интересно. Плюс ко всему H&M закрывался, да, мы все об этом помним. Но вообще, знаете, чашки в доме никогда не бывают лишними. Каждая из них проживала со мной какой-то период жизни. Так что в моей жизни, очевидно, наступает новый период в связи с новой чашкой. Надеюсь. Эта новизна коснется всех сфер моей жизни, и эта новизна будет хорошей. А сейчас будет сектор приз на барабане. Как оказалось, и это я узнала немножко погодя, что нам на кассе в H&M Home упаковали какой-то лишний товар. Я не знаю, где они его взяли, потому что в нашей корзине, куда мы собирали свои товары, а его не было, этого товара. И я не до конца понимаю, что это. Я просто сейчас увидела, что что-то лишнее. Давайте посмотрим, что это, потому что для меня самой это абсолютнейшая загадка. Напишите мне, если вы знаете уже сейчас, что это такое, потому что я пока не понимаю. Да, это рамка для постера на магнитах. У меня, кстати, есть даже, мне кажется, постер подходящего размера. В общем, короче, эта штука стоила 900 рублей, и она досталась мне в подарок от H&M Home. Причем, это, как знаете, компенсация морального ущерба в связи с тем, что магазины закрываются и оставляют нас вообще один на один со всем этим ужасом, который происходит. Надеюсь, что никто не пострадал за этого. Давайте переходить к покупкам из IKEA. Вообще, нужно сказать пару слов. С IKEA под конец у меня не заладилось абсолютно, потому что когда началась распродажа на сайте, я не могла зайти на него вообще. И в тот момент, когда электронная очередь на сайте все-таки доходила до меня, я, естественно, уже забывала, что я мониторю сайт. И когда я возвращалась к сайту, он мне снова обновлял страницу и снова ставил меня в очередь. Короче, так длилось некоторое время, и потом я подумала, ну и с тобой IKEA, раз ты так поступаешь. Я не могла прорваться на сайт, я ничего не заказала. И я снова вспомнила про IKEA, когда анонсировали, что скоро онлайн-продажи закончатся. В общем, я уже смогла ворваться на сайт, даже поковыряться там. Но в итоге оказалось, что ничего из того, что я накидала себе в корзину, уже не было. Я не могу сказать, что я сильно грущу по этому поводу, потому что, честно говоря, я ездила в IKEA так часто. Я покупала в IKEA так много, что на текущий момент у меня есть абсолютно все и даже больше, чем мне нужно. Поэтому я не расстроилась от того, что я ничего не купила, потому что мне ничего и не было нужно. Это просто был эффект закрывающейся IKEA. Первое, с чего стоит начать, я взяла бокалы для вина, потому что эти штуки я тоже имею свойство бить. У меня уже был такой бокал для вина, я его купила в единственном экземпляре. Я подумала, дома только я одна пью белое вино, поэтому мне нужен лишь один бокал. По итогу я поняла, что раз IKEA закрывается, надо взять себе дубликаты, потому что они могут разбиться. И теперь у меня четыре таких бокала. Мне очень нравилась эта форма. Конечно, они не такие изящные, как хотелось бы. Хотелось бы поменьше вот это основание. Ну, в общем, вы все знаете про бокалы IKEA, я думаю. Но, тем не менее, у них очень приятная форма, и из них очень клево пить, их очень классно бить. Поэтому я взяла несколько запасных бокалов для себя. Дополнительно к этому я взяла губки. Это была очень важная покупка в IKEA. На самом деле, я реально очень люблю эти губки, они очень классные. Я использую их для мытья посуды и для мытья сантехники. Но, в связи с тем, что IKEA ушла, скорее всего, я наконец-то перейду на более экологичный вариант губок. Это, наверное, будут губки из люфы. У меня просто никак не доходили руки до того, чтобы их заказать. Так что теперь, когда запас губок закончится, я думаю, что я перейду к более экологичному варианту. Также я набрала миллион вот таких вот перчаток, потому что я их очень любила. И без преувеличения в IKEA самые лучшие резиновые перчатки для работ по дому. Ну, и я перчатки использую постоянно. Я мою в них посуду, я мою в них часто, как собак, когда они супер грязные. Я мою в них все, что можно мыть до дома. Короче, перчатки это для меня основополагающая история. И эти перчатки настолько восхитительные, и ничто с ними не сравнится. А я много всего перепробовала. Поэтому я набрала их, ну, прям очень много. И вот сейчас, внимание, я показываю вам последнюю свою покупку из IKEA. Вы представляете, это последняя. Мы только что начали обзор, и он уже закончился. Восхитительно просто. Это реально все, что я смогла ухватить из своего огромного списка, который я составила. Ужасно был пыльный пакет. Я думаю, вы даже видите, как пыль вокруг меня летает. В общем, моей последней покупкой был вот такой вот набор винных бокалов. Короче, я думаю, что очевидно и понятно по моему набору, чем я планирую заниматься после закрытия IKEA. Я буду много пить. Я буду много пить вина и мыть свою квартиру. Но, честно говоря, текущая ситуация, она как бы способствует тому, чтобы пригубить вечером бокальчик винишка. Понимаете, да? Теперь мне нужны все эти бокалы. Я взяла набор из довольно классических бокалов для красного вина. Честно говоря, красное вино я очень давно не пью. Я не пью красное вино из шести бокалов сразу. Они мне абсолютно были не нужны. Но просто я подумала, что мне нужно взять этот набор, пока IKEA не закрыла, чтобы вопрос с бокалами для красного вина был закрыт в случае, если они мне понадобятся. В общем, короче, очередной стратегический запас из бокалов вина, резиновых перчаток, губок и мисок. Фух, ну что, это были все мои покупки в H&M Home и IKEA. Я не знаю, когда мы вернемся к этому формату в следующий раз. Я очень надеюсь, что это будет как можно скорее. Потому что я хочу вернуться к своей прошлой жизни. Она была восхитительна. Спасибо, что провели это время со мной. Если это видео вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Это, конечно, помогает каналу развиваться. И я, человек, который не постил миллион лет, нормально не вел канал. И не надеется вернуть свою статистику к прежним показателям. Я просто веду YouTube. Я даже не от отчаяния. Потому что так я чувствую себя хоть немножко лучше. Так я хоть немного соприкасаюсь со своей прошлой жизнью. И с нашим комьюнити, с нашим общением на этом канале. По поводу покупок. Не унывайте. Прорвемся. Как-нибудь прорвемся. Все будет хорошо, наверное. Короче, спасибо вам большое, что провели это время со мной. Ну а мы увидимся скоро на моем канале. Так что всех целую. И всем пока.